Всем приветик! Мы в перерыве между пляжами забежали домой пообедать. Мы вернулись из Палм-Бич. Думали, что там позагораем, не получилось, потому что погоды не было. И пляж там никакой, хотя место очень красивое. Значит, а мы прибежали домой, сделали салатся, курсос, помидор. И по дороге в паблик взяли курицу. Курица здесь вот такая вот малюсенькая совсем. Сколько она весит, не написано. Ну, короче, мы за нее заплатили 7,57. У нас в Нью-Джерси мы такую же берем в Костко, в два раза больше по весу и по виду за 6 долларов. Вообще-то тут с продуктами что-то так не очень. Я так поняла это за счет того, что курортный городок, что тут, наверное, все на готовом. Все включено у одних, у других ресторанов вокруг, видимо-невидимо. Потому здесь небольшой выбор совсем рыбы. Вот таких пару кусочков там где-то лежат в магазине. И то, наверное, они лежат там годами, потому что их никто не берет, потому что с рыбой здесь никто не балуется. То же самое курица. Никакого такого сильного изобилия здесь нет. И цены, я бы не сказала, что ниже чем-то. Ни в коем случае. И еще одно. Я думала, что здесь хотя бы будут овощи и фрукты дешевле. Как бы для Флориды, казалось бы, где снимают в штате, где снимают по пару раз в год урожай. Я думала, будет дешевле. Куда там. Вообще в нашей местности здесь очень мало каких-то вот таких фермер-маркетов, как там у нас, где мы покупаем продукты. В один зашли, так там ананасы наполовину погнившие. Помидоры, персики тоже самые, уже такие резиновые внутри. Вот что мне странно здесь показалось. Что здесь нету какого-то вот такого хорошего, большого выбора свежих овощей и фруктов. Не знаю почему. То же самое с рыбой. Вокруг вроде океан, вокруг этой Флориды, с двух сторон. А рыбы здесь, опять же, может потому что не готовят. Может таких, как мы здесь, которые что-то готовим своими руками, может здесь мало. Может потому это здесь и не ходовой товар. Вот такие полуфабрикаты, сырые продукты. Но вот чего-то вот этого мне здесь не хватает. Когда я была в Греции, так там понятно сразу, есть море, есть рыбаки. И как заходишь на рынок, там рыбы, видимо-невидимо, какой хочешь. А вот здесь этого нету. То ли здесь рыболовля не развита, то ли здесь все, что ловится, уходит опять же в те рестораны и в другие штаты. Не знаю, нужно проследить вот это. Почему здесь такое? Куда уходят эти продукты, которые здесь выращиваются? Почему их здесь нет? Почему их не продают на улице вот так лотками? Хотелось бы, конечно, вот такого. Ну, как бы хочется-перехочется. А что есть, то есть. Так что, а мы обедаем и погнали на пляж. Выглянуло солнышко. Будем загорать. Два часа дня мы пришли в порт Лаудердейл-бич. Маша со Степой пошли проверить состояние воды. Хотя я уже вижу, что водоросли есть. Вчера в Майами-бич совсем почти не было водорослей. Но здесь есть, оттуда гонит все сюда. Сегодня суббота, народу много. Ну и солнышко сегодня, хорошая погода. Даже парус не пламает. Вон сегодня сколько людей. Завтра воскресенье, наверное, будет еще больше. Пойти попрыгать по волнам, что ли. Мы вчера попрыгали в Майами-бич, так неплохо. Сегодня сходили туда на Палмбич, но там с утра была погода никакая. И тоже бушуешь и океан, водоросли. Пришли сюда. Здесь более такой облагороженный пляж. Кстати, туалетов я здесь не вижу на пляже. Это странно. Нужно, наверное, ходить туда во всякие эти кафе, магазинчики. В туалет или как, без понятия. Но есть спасатели. Кусочек хороший. Вот мои, кстати, шлепки. Отличные шлепки, девочки. Скетчерс фирма. У них такая удобная обувь спортивная. И легкая, и мягкая. И вообще отлично. Вот эти шкары меня спасли. Я их почти не снимаю. Ничего нигде не жмет. Тупаешь, как вот так легко-легко. Супинаторы там или что, или просто вот эта подошва резиновая. Вообще отлично. Сейчас пойду со своими тоже опрыдами. Полицейские на лошадках. Народу нашло зима. А мы еще часик сидим и идем смывать с себя океан. И будем готовиться в ресторан. Спасатели еще на месте. Мы нашли, что здесь есть наш любимый ресторан. Форт Лаудердейл. Ред лабстер. Пойдем кушать сейфуд. Еще одна разница пляжей между Нью-Джерсией и Флоридой. Здесь разрешается распивать спиртные напитки. Вон мальчишки. С пивом прямо в воде. Я считаю, что это не самый лучший способ отдыха на воде. Тем более в такую жару. Катер ушел в дальнее плавание. Поехал, наверное, в круиз. Помчал своих пассажиров. Чайки попрошайте. Тут как тут. Вот сейчас стоят тут разные лайнеры. Вот такие вот. Чуть хотят людям нервы. Вот наберемся наглости и тоже поедем в круиз. Всем назло. Красавчик. Вот они после обеда отправляются. Наверное, тут в порт. В порт Лаудердейл. Один за другим. Все, в планах обязательно на таком лайнере прокатиться. Пару денечков. Ставим себе на заметку. Океан почистился. После обеда совсем чистый стал. Водоросли все ушли вот в ту сторону и спогнал ветер. Сейчас чисто. И вода теплюсь. Теплюсь-ка я, теплюсь-ка я. Мы собираемся домой. Пол шестого. У нас заканчивается время паркинга. Если бы не эти еще парковки, можно было бы сидеть и сидеть. А так, 3 часа паркинга 6 долларов. Вода прозрачная, зеленая. Вообще шикарная. Мы там прыгались через полный довод. Пары пишут молодежью музыка. И пожарные. Это кто-то устроил фейерверки. Но никто не разбегается. Наверное, нынешний праздник. Полно баров, ресторанов, пивные. Пивка попить. Молодежь гудит. Все на улице. Все под пальмами. Сегодня суббота. Люди вышли на отдых. И новости даже тут есть. Такие рикши тут ждут, кого подвезти куда. И побережье длится, не знаю, пару майлов. Пока его видно. А потом уже идут дома. Но берег все равно длинный, длинный. Вот какое-то чудо, которое создали руки человека. Едет перед нами на трех колесах. Но зато не пешком. Все. Молодежь готова на выход. Люблю вот такие зеркала, когда видно во весь рост. Вот мое платье. Нужно его чуть-чуть проветрить. Вот мы наконец-то и собрались куда-то. Посмотрим, удастся нам сегодня или не удастся. Но, как говорится, попытка не пытка. И вот мы в ресторане. Ред лапстер. У папы у нас рыба с жареной картошкой. А у меня салман, хвост, хвост кого, Маша? Лапстер. Креветки, креветки, рисик и браколи. У Маши. Стейк, креветки и картошка. Нужно попробовать, что это такое. Ммм, вкусно. У меня чай, Маша, вода. Для начала хватит, а там посмотрим. 73 доллара наш ужин. Что тут почем. Ну, дороговато, конечно. И плюс, сколько? Десятка чаевые. Вот мы и погудели. Хотела взять сладкого, но обломалась. Очень много всего на вечер. Все, поужинали мы. 80, где-то 85 долларов нас стоил ужин. Но что странно, что в заведении одни почти темнокожие приходят ужинать. Белого населения тут, наверное, не бывает. А мы пошли спать. Всем вам спокойной ночи. Хороших сновидений. Бай-бай.